В грязном бобсе, кроме рук, корпуса, локтей и головы, можно использовать еще и ногу, ограничивая движение противника. Самый простой классический вариант, который мы наблюдали, когда противник не отступает, мы просто выступаем на ногу и наносим удары. Если человек упадет, а мы не успели забрать ногу, это будет разрыв, связанный с этой областью. Другим вариантом, когда мы входим в клинч, мы зашагиваемся на ручку. Здесь, если нога тактически, он доминирует, потому что мы смотрим туда, он смотрит на нас. Если моя нога оказалась на ручку, я уже практически нахожусь в более выгодной позиции, ему тяжелее работать со мной. Но у нас здесь все другое, чтобы мы стоим рядом и в момент нанесения удара сделаем небольшой зацеп. Опять же, со стороны рефери, это будет выглядеть, что я вошел, но нашли удар, противник почему-то падает. Еще один вариант. Пока мы здесь заняты, я подхожу близко, ноги ставятся плотно и я двигаюсь вперед, оказывая давление. Подобная штучка в китайской системах тикку по багу оболна, то есть я могу зайти снаружи, давить, я могу там шагнуть изнутри и также оказывать давление. Причем, пока я играюсь с ногами, мне никто не решает наносить полноценные удары. Таким образом, я ограничиваю движение противника, но опять же, главное, чтобы не убедил рефери. Повторюсь, при отработке здесь будьте аккуратны.